СЕЧИНОВЕЦ Сбылась, наконец, давняя мечта студентов и сотрудников нашего института, писала газета «За медицинские кадры». В этом году в одном из прекраснейших мест Черноморья будет открыт спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец». Первый год лагерь располагался в поселке Новомихайловский. В мае 1964 года был издан приказ о создании первого стройотряда. Энтузиазм студентов и преподавателей зашкаливал. Среди колючих лиан побережья удалось расчистить площадку для лагеря. Не было перчаток, не хватало топоров. Но уже в июне установили палатки, кухню, столовую, летний театр и танцплощадку. В горной речке Ничепсуха устроили бассейн для спортивных соревнований и лодочную станцию. В июле приехали первые отдыхающие. Появились первые семь лодок, четыре катамарана, водные лыжи и даже моторка. В лагере заработали спортивные секции – волейбол, футбол, настольный теннис и плавание. В 1965 году Сеченовец переехал в поселок Лермонтово, где есть свой пляж, а вокруг были сады, горы и виноградники. Лагерь выглядел как палаточный городок. Устраивались соревнования с Харьковским и Краснодарскими институтами. Комиссия по культуре организовывала разнообразные конкурсы. На лучшую эмблему, девиз, на лучшую палатку, туристическую песню, на лучшее исполнение бального танца, на лучших мисс и мистера Сеченовец. На день Нептуна именно тогда появилась традиция прямо в одежде купать в речке Шапсуха начальника из замполита лагеря. Студенческим лагерем руководили увлеченные люди – Фисейский, Толамбум, Цамык, Ланщаков, Швецов, Ветшев, Чубаровский, Максимов и другие. Они внесли большой вклад в развитие Сеченовца. Здесь всегда звучала живая музыка. В течение нескольких лет приезжали знаменитый ансамбль «Астеон» и профессиональный оркестр «Дикселенко». Своё первое выступление на Черноморском побережье группа «Машина времени» провела в Сеченовце. Неудивительно, что по вечерам всё побережье стремилось попасть в лагерь, ведь такого веселья нигде больше не было. Появилась своя особая сеченовская атмосфера. Атмосфера молодости, силы, всеобъемлющей любви и доброты. Атмосфера понимания, что ты частичка первого меда. Здоровый образ жизни был нормой. Именно в Сеченовце многие открыли в себе неожиданные таланты. Кто-то встретил новых друзей, а кто-то свою любовь. Прошли годы. На берегу ласкового и тёплого Чёрного моря сформировалась вольная республика студентов-романтиков-сеченовец. Именно романтика и, наверное, то самое слово, которое ближе всего сеченовскому образу жизни. И те Нептуны, те спартакиады, которые там проходят, это, конечно же, романтика. В 1976 году сеченовцу опять понадобился студенческий стройотряд. В спортлагерь провели электросети и канализацию, построили новые туалеты, душевые, умывальники. Студенты своими силами построили настоящий пищеблок. Готовили в лагере. Были повара, которых привозили из Москвы. Мы сотрудничали с Глебовской птицефабрикой. И по обмену Глебовские сотрудники и их семьи жили в лагере и отдыхали. А за это Глебовская птицефабрика поставляла в лагерь кур и яйца. Потом в совхозе, в соседнем, помогая совхозу убирать урожай, нас примировали и яблоками, и томатами, и чего там только не росло, сливы и так далее. Варили компот. Сеченовец разросся и имел уже 300 стационарных мест. Жизнь в спортлагере закипела с новой силой. Проводилась спорта-геада, вузы побережья по всем видам спорта. В День Нептуна проводили самые невероятные конкурсы. Летний кинозал был всегда заполнен до отказа. Студентам привозили новинки кино. Вскоре на смену палаткам пришли домики. Но во все года традиции и дух сеченовца всегда оставались неизменными. Все, кто отдыхали в лагере, по несколько лет подряд утверждают, в сеченовце не бывает двух одинаковых мгновений. Из года в год один и тот же конкурс звучит по-новому, приобретая совершенно другой оттенок. Последние 10 лет лагерь изменился до неузнаваемости. Сам плац стал двухэтажным. Там стали тоже жить студенты. Поляны из палаточного городка превратились тоже в достаточно комфортные домики. Лагерь увеличился почти в полтора раза. Если когда я ездил, это было 160-180 студентов, сейчас до 500 студентов лагерь в сезон может принять. Это почти голливудская лестница, которая сейчас возвышается на Большой Поляне. И, конечно, комфорт совершенно другой. Студенту, приехавшему первый раз на территорию лагеря, требуется большая выдержка и хорошая память, чтобы не запутаться в многочисленных названиях культовых мест сеченовца. Плац – сердце лагеря, где происходит вся его культурно-развлекательная жизнь, а также проводятся зарядка и линейка. Отрядные комнаты. В них проводятся многочисленные заседания и посиделки отряда. Здесь хранятся вещи. Здесь лучшие головы отряда колдуют на тему вечернего выступления. Большая и малая поляны – место, где теперь находятся ряды домиков. Именно там живут отдыхающие. Эллинг – причал номер 128 на реке Шапсухо. Именно здесь в день отряда греются у костра и жарят шашлыки. Здесь же устраивают традиционные праздники. День Нептуна и открытие Спартакеады. Только здесь, в Сеченовце, можно ощутить самую суть студенческого братства первого меда, где в атмосфере веселого, но справедливого соперничества между отрядами каждый может проявить свои самые лучшие качества, такие как взаимопомощь и сочувствие, поддержка и участие, радость за ближнего в моменты его триумфа и сопереживание неудачам. Здесь парни и девушки вспоминают, ощущают и даже впервые узнают, что есть такое красивое и открытое романтическое чувство, как любовь. Конечно же, Сеченовское братство – это практически самовозобновляющийся коллектив, который формируется из ребят, которые уже были, или которым и родители рассказывали, как они ездили в старый лагерь. За 20 дней ребята узнают себя очень хорошо и встречают родственные души, и потом из этого складываются достаточно крепкие медицинские семьи – это однозначно. Все новое – это хорошо забытое старое. Возрождаются конкурсы прошлых лет. Конкурс плакатов, конкурс «Алло, мы ищем таланты», конкурс домиков. Не распалась связь времен в Сеченовце. Старшее поколение с удовольствием приезжает отдыхать в лагерь. Сегодня сотрудники могут вполне комфортно отдыхать в двух-трех местных, можно сказать, в номерах, в комнатках. Правда, для тех это интересно, кого не беспокоит студенческая суета и подготовка к конкурсам, потому что, конечно же, вот эта КВН, эта самодеятельность, которая все время в лагере происходит, она, может быть, кого-то будет не устраивать. Но обычно такие сотрудники к нам и не попадают. Сеченовец сегодня – это море и пляж, солнце и горы. Это КВН и дискотеки. Это спортивные площадки – волейбол, бадминтон, мини-футбол, турник и брусья. Это многочисленные спортивные секции. Это соревнования и походы, экскурсии и розыгрыши. Это праздник Нептуна и Сеча-квест. Это веселые конкурсы и утренняя зарядка. Это огонь сеченовских сердец и дух эллинга. Это отрядный костер и мокрая линейка. Это королевская ночь и многое другое. Многое изменилось в лагере за 50 лет. На смену бывалым сеченовцам приходит молодое поколение студентов. С каждым новым сезоном лагерь приобретает новые и укрепляет свои старые сеченовские традиции, которые сильны и по сей день. Что касается сумасшедших романтиков, которые ставят палатки в лагере, один-два человека в сезон обязательно появляются. Это обычно те ребята, которые лет 10-15 назад отдыхали. У нас в лагере есть такое место, называется хутор. Там раньше жила и творила культурно-воспитательная комиссия. Там остались площадочки для помоста под палатки. И туда ребята иногда приезжают. Это действительно есть. Но это романтика высшего уровня, наверное. По традиции в конце смены совет лагеря определяет лучшего студента. Это называется «взять смену». Лучшему вручают флаг, который всю смену развивался над лагерем. Взявший смену, потом еще долгие годы хранит этот флаг, исписанный автографами и пожеланиями друзей. За время, проведенное в лагере, студенту здесь все становится родным и близким. Спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец» – это маленькая страна внутри первого меда. Она позволяет выпускникам-сеченовцам всю оставшуюся жизнь помнить друг друга. Сеченовец! 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 Продолжение следует...